Добрый вечер! Здравствуйте, товарищи! Сегодня в Кремлевском дворце съездов продолжил работу 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сегодня состоялась встреча Михаила Сергеевича Горбачева с Жамбыном Батмунхом. Товарищ Горбачев подчеркнул, что советские коммунисты, весь советский народ с братским интересом следят за созидательной деятельностью трудящихся Монголии, достигнутых на высшем уровне в августе 1985 года, 27-го съезда партии. Сегодня состоялась встреча Михаила Сергеевича Горбачева с Жамбыном Батмунхом. Товарищ Батмунх выразил полную поддержку выдвинутой на съезде широкой и конструктивной концепции обеспечения мира на земле, социального прогресса и национального освобождения народов. Товарищ Горбачев подчеркнул, что советские коммунисты, весь советский народ с братским интересом следят за созидательной деятельностью трудящихся Монголии. В ходе обмена мнениями по вопросам советско-монгольских отношений с удовлетворением отмечен успешный ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в августе 1985 года. Многие негативные явления, о которых говорилось на съезде, сказал первый секретарь Ростовского обхома партии товарищ Володин, имели место и в нашей области. Были допущены серьезные отступления от партийных принципов коллективности руководства, нравственное падение некоторых руководителей. Это особенно проявилось в Ростове, в городе, который фактически был выведен из зоны критики и контроля. Все это не могло не сказаться на экономике. Область не выполнила задания пятилетки по большинству основных показателей. Серьезные недостатки отметил выступающий и в развитии агропромышленного комплекса. Колхозы и совхозы остались в большом долгу перед государством. Товарищ Володин остановился на проблемах, возникших в связи с переходом на серийное производство комбайнов «Дон» и перечислил ряд министерств, не обеспечивающих поставку для них оборудования. Затем слово было предоставлено ветерану партии, герою социалистического труда из Ворошиловградской области Константину Григорьевичу Петрову. ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет министров СССР направили исполняющим обязанности премьер-министра Швеции Ингвару Карлсену и исполком управления социал-демократической рабочей партии Швеции «Телеграм». В ней говорится... «Телеграм» «Зав Legisку»